Доброго дня! Вы смотрите программу «Хочу домой» на телеканале Самарагис. Это программа о животных, о собаках и кошках, которые свободно гуляют по улицам нашего города. Брошенных и рожденных под открытым небом. И, конечно, говорим о домашних животных. Также помогаем пристраивать собак и кошек из приютов, делая о них видео-визитки. И, конечно, к нам приходят гости в студию, с которыми мы беседуем на актуальные темы. Животные. Гости в студии сегодня Наталья Садыкова. Кинолог, профессиональный заводчик породы «Лабрадор» и Анастасия Сидых. Правильно, да? Тоже кинолог. Наталья, вопрос к вам. Вы профессиональный заводчик «Лабрадоров». Скажите, как вы относитесь к беспородным собакам? К беспородным. Да, абсолютно нормально отношусь. Все собаки, независимо от того, породные они или не породные, это животные, которые требуют ухода, воспитания. Это рабочая собака, которая помогает и спасателям, и помогает незрячим больным. Все-таки, как вы оцениваете сами? Почему, кстати, у нас не так много лабрадоров, которые работают именно как вожатыми? Ну, наверное, все зависит и от разведения тоже, потому что собак поводырей их отбирают. То есть не бывает такого, что родился помет, и в помете все там они родились поводырями. Собака отбирается. У собаки должны быть определенные качества. Но вообще в нашем городе сейчас стали достаточно часто появляться собаки поводырей, я вот вижу. А как вы думаете, знаете ли вы, насколько это довольно-таки сложная процедура подготовки собак к этой деятельности? Собак поводырей. Ну, вообще, по-моему, там, насколько я знаю, собака рождается, ее выбирают. То есть должен быть определенный темперамент у нее. То есть собака должна соответствовать каким-то определенным нормам поведения. Вот. Эту собаку отбирают и уже отправляют в определенную школу, где ее подготавливают именно вот к поводырям. Вот. Ваши собаки-лабрадоры, вы с ними гуляете на улице или они живут у вас на территории ограниченного участка? Ну, мои собаки в данный момент живут на ограниченной территории. У нас частный дом. А приходится выходить на территорию? Конечно. Каждая собака требует физических нагрузок, поэтому с каждой собакой мы выходим за пределы дома и гуляем на поводке. Угу. Настя, вы владелец какой породы? У меня это фаршистские бультерьеры и кавказские овчарки. Кавказские овчарки. Слушайте, ну, давно я не видел на улицах города кавказских овчарок. А где сейчас используются эти собаки, собаки этой породы? Ну, наши собаки занимаются выставками и больше спортивным направлением. Вообще они используются для караульной службы, это охрана объектов. В основном это их, ну, самая прямая задача и назначение. Мы гуляем со своими собаками на улице, естественно, гуляем на поводках, естественно, со взрослыми гуляем на морднике, потому что собака серьезная, собака крупная. Кавказская овчарка при правильном воспитании – это очень адекватная собака, то есть с ней обязательно прохождение курса дрессировки для того, чтобы можно было существовать в городе, и она не предоставляла угрозы для человека в первую очередь. Но, да, у этих собак достаточно агрессивное поведение, потому что их предназначение – охрана и блокпоста, да, грубо говоря. То есть все-таки это охранная собака. А много желающих вообще взять эту породу? Ну, да, достаточно много желающих приобрести такую породу, но как бы заводчик должен отдавать себе отчет, кому он продает собаку в первую очередь, и владельцы, будущие владельцы должны все равно проходить, как такое небольшое собеседование, готовы ли они приобрести такое животное. Хорошо, вот лабрадоры и капказская овчарка, вот эти породы, как сейчас выбрасываются эти породы, или вообще выбрасываются ли они? В любой, наверное, породе. Достаточно большое количество процентов животных все-таки оказывается на улицах, да, потому что это человеческий фактор, это скорее не зависит… Большой процент или маленький? Ну, не большой, но все-таки он есть, да, то есть как бы не зависит от породы, зависит от человека, кто владелец этой породы. Выбрасываются разные собаки, чихуахуа оказываются на улице, и кавказские овчарки, и лабрадоры, и голдены, то есть любая порода может оказаться на улице исключительно по вине человека. А лабрадоры, как в этом случае? Какая статистика? В лабрадоры небольшая статистика – это либо собаки, которые убежали, кобели, но опять же это все зависит от владельца собаки. Так, конечно, вот за весь мой жизненный опыт я не видела ни одного выброшенного на улицу лабрадора. А вот скажите, вы выгуливаете собак на поводке. Как вы считаете, это необходимо, или это просто как правило, установленное правило, вы должны это делать? Некоторые, я знаю, что даже с кавказскими овчарками гуляют без поводка. Ну, правда, в наборнике. Ну, вообще, выгул собаки на поводке – это в первую очередь уважение к другим людям, которые также ходят на улице и не обязаны любить твою собаку. Поэтому вынуждены люди гулять с собаками на поводке. Опять же, собаки все разно воспитаны, ну, по-разному воспитаны. Есть собаки, которые адекватные и воспитаны, есть собаки, которые не воспитаны, не умеют себя вести в обществе. Соответственно, человек должен гулять с ней на поводке. Собака должна быть на поводке. Это в первую очередь техническая безопасность самого животного, потому что у нас много опасностей в городе, да, это машины, это могут быть другие собаки, это могут быть те же самые люди, которые могут даже неосознанно причинить собаке вред. То есть, к моему мнению, поводок на собаке должен быть в обязательном порядке. Просто это момент ответственности владельца, опять же, да. Собак нужно воспитывать и водить на поводках. Потому что очень частая проблема, даже вот гуляя с крупной собакой, мы встречаемся с мелкими породами без поводка. И они агрессивные бывают очень. То есть, как бы поводок – это средство в первую очередь безопасности. Понятно. Спасибо большое. Но я пока сейчас прервемся и предлагаю перейти на несколько минут, посмотреть видеовизитки о животных, которым нужен свой дом, свой ответственный владелец. Посмотрите внимательно, может, кто-нибудь вам понравится, и вы заберете собаку или кошку домой. Вся черная, как смоль. Добрые глаза – кроткий нрав. По ее виду кажется, что она в состоянии ожидания чуда. Чудо, которое позволит ей уйти из приюта. Эту собаку зовут Адель. Ей примерно около четырех лет. Два года назад попала в приют. Ее вылечили, откормили, и сейчас она ждет своего нового доброго владельца. Стерилизована. Девочка для семьи. Идеальная. Любит покушать. С шикарными формами, как вы видите. Очень ласковая. Да, она очень стеснительная. Нужно будет время, чтобы она раскрылась. Но очень артистичная собака. Подбывает под музыку. Вот. В общем, она шикарная женщина. Вот. И наверняка какие-то добрые люди с шикарными формами очень даже ее оценят. Кто мама, кто папа по породе неизвестно, но однозначно в роду есть лабрадор и собака с формами таксы или вельшкорги. Но самое главное, очень покладистый характер. Обратите внимание на Адель. Заберите ее домой. Сделайте ее счастливой. Обращаться. 8 909 342 71 40 Этого котенка нашли возле мусорных баков совсем маленьким. Добрые люди подобрали его, дали временный приют. И сейчас ищут его хорошего, порядочного хозяина. Назвали котенка Далий. По характеру игривый, не агрессивный. Заберите котенка домой. Обращаться. 8 902 323 53 50 Эта классная собака по кличке Ива ждет своего владельца. Обратите на нее внимание. Ей всего 10 месяцев. Она стерилизована, здорова. Ива готова уйти домой прямо сейчас. Очень любознательная, очень активная. Подойдет детишкам, которые любят долго гулять. Зимой, летом, неважно. Собака компаньон. Добрая, очень хорошо поддается дрессировке. Обратите внимание на эту собаку и заберите ее домой. Она станет вашим лучшим другом и талисманом удачи. Обращаться. 8 909 342 71 40 У этого пса очень сложная судьба. Попал в приют, но уже с плохим зрением. Сейчас не совсем хорошо видит, но очень хорошо ориентируется по звуку на слух. Ему около 7 лет и сотрудники приюта надеются, что найдется добрый человек, который осчастливит его и заберет из приюта. Чудесный характер, ласковый. Подойдет детям семьями, пожилым людям. Вот как раз очень душевная такая собака. Мы мечтаем, просто мечтаем, чтобы Стиви нашел свой дом. Ну никаких он вам, таких трудностей стоить не будет. Ну реально, просто золотой пес. Обратите на него внимание. Пожалейте его, осчастливьте его. Заберите этого пса домой. Недаром говорят, плохо видящие собаки очень преданы и являются талисманом удачи в жизни. Обращаться. 8 909 342 71 40 А теперь давайте поговорим на тему выгула. Понятно, что бездомные собаки и кошки и так гуляют, где хотят. А вот у них тоже есть свои территории. А большинство собак и кошек не выходят все-таки за ареалы своего обитания. Они тоже имеют свои границы. Дополнительные требования содержать домашних животных, в том числе и к их выгулу на территории Самарской области. Это проект, как я уже сказал, проект закона сейчас областного департамента ветеринарии, который готовится опять именно поправки к тем существующим уже законам. Но у меня вопрос. Скажите, намордники. Многие люди считают, что намордники – это как бы некое такое ограничение свободы моей собаки. Мне кажется, если собака находится на поводке, намордник – необязательное требование к собаке. Поводок – это способ контроля собаки владельцем. Соответственно, собака, находящаяся на поводке, является подконтрольной своему владельцу. И необходимости в наморднике, как таковой, ее не должно быть. Но если человек идет куда-то в общественное место, где большое скопление народа, ну, получилось так, да, ситуации в жизни бывают разные, в такой момент, да, можно одеть на собаку намордник как бы для безопасности окружающих людей. Но постоянно находиться собаке в наморднике достаточно сложно. Ну, даже в жаркое время, да? Даже когда жарат, потому что собака все-таки охлаждается в организме. Собака охлаждается, естественно, собака охлаждается через дыхание, и намордник будет этому мешать. Поэтому, мне кажется, что намордник приучить нужно, но постоянное ношение намордника чисто физиологически, наверное, невозможно для собаки. А вот, значит, следующий вопрос. Предлагается выгуливать собаку на метровом поводке? Расстояние, длина поводка. Смотря какая собака, опять же. Ну, метровый, это вот, наверное, вот метр. А как... Если чухуа-хуа. На метровом поводке. На метровом поводке. Ваш рост метр, 70 метров, 80 метров. Это поводок только будет до самой собаки. Да. То есть, как бы по этому поводу... Какие-то есть предложения? Может, все-таки увеличить длину этого поводка, или все-таки оставить так, метровый? Мне кажется, самый оптимальный вариант – это двухметровый поводок. Двух или трехметровый, да? Да, два-три метра поводок – это самый оптимальный вариант, что животное могло спокойно гулять и быть под контрольным владельцем. А вот рулетки тогда в незакон у нас пойдут? Я, если честно, вообще не люблю рулетки. Потому что человек, который не умеет управлять собакой, на рулетке ему будет управлять собакой очень сложно. Хорошо. А ошейники или строгие удавки по этому поводу? Что скажешь? Давайте начнем с того, что собака должна быть на обычном ошейнике, да, на мягком ошейнике. Это может быть кожаный, нейлоновый, брезентовый. А строгий ошейник и удавка – это все инструмент в руках хорошего дрессировщика. Обычный владелец ни строгачом, ни удавкой от собаки ничего не добьется. Может сломать психику и... И повредить. И повредить животное, да, нанести вред здоровью, опять же-таки, абсолютно спокойно может. Поэтому обычный ошейник и поводок. Значит, вот в этом проекте постановления названы породы собак, которым будут предъявляться особые требования. Породы собак, требующие особого ответственного отношения, это бультерьер, американский сафарширский терьер, амстав, резничнаусер, доберман, все овчарки. Дальше, даже гонча, американская леопардовая, ирландский волкодав и тенекурцы, кенгуровая собака и так далее. Да, и другие крупные породы собак. Это не зависит от породы. Это зависит от другого конца поводка. Это зависит от владельца. Агрессивный может быть и чихуахуа, на который хочется надеть иногда наморник. Если собака воспитана, не важен ее размер. То есть здесь больше... Размер собаки. Размер собаки, он не важен. Если воспитанная собака, она будет себя вести абсолютно корректно в любой ситуации. Она будет адаптирована, она будет слышать своего владельца. То есть даже мелкая порода, невоспитанная, может нанести достаточно сильный ущерб. Больше вреда, чем большая. На лабрадоров одевают наморники? Одевают в общественных местах в основном. Ну, вот есть на теплоходе. А почему? Они агрессивны бывают или что? Нет. Они не бывают агрессивны, но это мера, вынужденная, так скажем, то, что на теплоходе, вот мы ездили на ту сторону, на теплоходе есть такие правила. То есть ты переводишь собаку, неважно какая собака, она должна быть в наморднике. В транспорте также. У собаки должен быть намордник. Вот, к сожалению, в этих правилах пока, вот в этом проекте пока еще ничего не сказано по поводу уборки за своей собакой. Там есть общая фраза, потому что я тоже пока знакомлюсь с этим проектом. Общая фраза, да, то есть обязан убирать хозяина. Как донести до людей, что человек обязан убирать и ходить с пакетиком? Ну, как-то нужно доносить до людей, может быть в законопроект какие-то поправки на самом деле вносить нужно. Вот, ну и в городе нужно там урны должны стоять определенные. Ну, урны, они практически сейчас везде есть. У нас недостатка в урнах. Ну, я думаю, нет, я вот недавно прямо проходил, читал эти урны. Вот. У нас может есть сознание человека, то, что надо все-таки вынести пакетик, взять с собой и убрать просто там. Насколько человек воспитан и готов следить за своей территорией, где он проживает. Потому что в любом случае с собакой выходишь ты гулять, ходишь по одному, ну, тому же маршруту. Ну, наверняка будет неприятно ходить по своим же фекалиям. Поэтому в любом случае человек должен убирать за своей собакой. А вы как кинолог, как инструктор-кинолог об этом говорите? Да, конечно, мы со всеми владельцами разговариваем о том, что за своими животными нужно убирать. Благо сейчас очень много пакетиков продается, да, все это имеет компактный вид, и обязательно в кармане у каждого хорошего хозяина должен лежать пакетик для уборки за собственной собакой. Это уважение к себе в первую очередь. Ну, кстати, вот за последние два года я заметила, обратила внимание, что очень многие владельцы, гуляющие с собаками, все-таки убирают за своими животными. Согласен, согласен, да. Я замечаю даже в том районе, где я сейчас проживаю, действительно очень, ну, люди стали намного сознательнее и выходят уже с пакетиками. Ну, а я предлагаю прерваться, посмотреть сюжет. Ну, в принципе, хочу сказать, что последние лет 15 в России активно ведется работа по введению гибрида «Волга и собаки» или, коротко, «Волкосуба». Нет, конечно, эта работа велась и раньше, но не так активно и только на базе отдельных учебных заведений. Сейчас эту деятельность ведут как институты, так и отдельные кинологи, кому это интересно и для кого эта работа является смыслом жизни. Давайте посмотрим сюжет. На первый взгляд кажется, что это беленькая милая собака родственница лайки, хаски или породу сумлоед. Однако, если присмотреться детально в конституцию, ее движение и осмыслить ее повадки, можно увидеть что-то волчье. Это гибрид «Волга». Ирина Хадулина заинтересовалась темой гибридов собак и волков еще в юности, мечтала даже завести волка. И однажды, лет 15 назад, ей все-таки подарили гибрида «Волка». Все началось с Алана. Это мой свадебный подарок. Я хотела завести... Алана – это волк? Алана – это гибрид второго поколения. В нем скрещены крови западно-сибирской лайки, таежного русского волка и маламута аляскинского. То есть в нем 25% волчьей крови, все остальное – собака. 15 лет назад в России не так широко занимались гибридами. Было несколько научных станций. И так кто-то из охотников, проживающих в тайге, занимали скрещиванием волка и собаки без научной подоплеки. Беря полуволка, Ирина шла на определенный риск. И было много вопросов, как поведет себя новый питомец. Чтобы побольше узнать о воспитании, о дрессировке, Ирина устроилась тогда еще в милицию кинологам. Ну, это немножко не оправдало мои ожидания. Пришлось много все равно самой учиться и знакомиться с людьми, которые держат таких же животных, чтобы перенимать их опыт. Но, тем не менее, вот мы прожили 15 лет. Я могу с гордостью сказать, что это животное одно из лучших у меня. Именно с Алана и началась, можно сказать, научная работа. Ирина не боялась экспериментировать. Находила пару своему полуволку, вязала и дважды получила хорошее здоровое потомство с устойчивой психикой. По сути, она увлеклась гибридизацией. Цель гибридизации – это обычно улучшение каких-то отдельных качеств собаки за счет прилития дикой крови. Допустим, улучшение чутья или большая выносливость, улучшение каких-то анатомических качеств. Допустим, у немецкой овчарки. Прилитие более свежей крови, которая не несет генетических заболеваний. Лучшее здоровье и долгожительство. Допустим, мой Аллан, ему уже 15 лет, и как минимум еще три щенка из его помета живы и здоровы. Это как бы очень хороший показатель. И в целом они достаточно долго живут. Пермские волкособы, которые умерли с восьмех, тоже дожили до весьма почтенного возраста. То есть есть даже 17-летние особи, которые дожили. В последние годы прослеживается немалый интерес к экзотическим животным в обществе. Не могу сказать, что это как-то массово. Но есть отдельные люди, которые находят нас, пишут, что вот, вы знаете, у меня есть мечта. И если человек действительно после знакомства с реальностью все еще готов следовать за своей мечтой, то он может вполне получить себе щенка. Однако не советуем хвататься за мечту и бежать ее реализовывать. Прежде чем взять щенка волкособы, нужно все же получить навыки и опыт содержания собак служебных пород. К примеру, немецкой или восточноевропейской овчарки, черного терьера или алабая. Если мы берем даже среднюю какую-то овчарку, да, и не особо заморачиваясь, она легко выполняет наши элементарные команды, просто вот глядя на наше поведение и угадывая, чего мы хотим. С гибридом, конечно, такого вот прям по щелчку не получится. Это всегда длительная работа с ним должна быть проведена, и желательно с самого маленького возраста. К серьезному увлечению Ирины Хадулины родственники и даже соседи относятся с пониманием, где можно помогают и поддерживают. Периодически Ирина пишет небольшие статьи и выкладывает на своей страничке в интернете, где делится своими наблюдениями и делает выводы по рабочим качествам той или иной собаки, скрещенной с волком. Никогда и не думала, что эта тема, ранее легкое увлечение, перейдет в разряд профессиональной деятельности, которая стала для нее делом всей ее жизни. Ну, хотелось бы обратить внимание, что если вы надумали взять гибриды с крещеной волкой и собаки, не забывайте, что с ними тоже нужно заниматься и именно проводить учебные занятия и элементарный, ежедневный контакт с животным. Со всеми собаками нужно заниматься или нет? Да, со всеми. Конечно, со всеми. Независимо от породы. Породная собака, непородная собака, маленькая, большая. Любая собака требует воспитания. Как выбрать правильно кинолога именно по воспитанию собаки, чтобы это был не теоретик все-таки, а был практик, потому что сейчас очень модная такая профессия зоопсихолога. Можно прийти на плащ, созвониться, прийти на занятия кинологу, посмотреть, как они проходят, на каких методах работают, посмотреть результаты учеников данного специалиста. Всегда у всех кинологов, кто не стесняется своей работы, они дают контакты владельцев, которые прошли у них курсы обучения. Вы можете посмотреть, как работают собаки, как живут эти собаки в городе. Можете прийти не на одно занятие, а на несколько. И выбрать уже человека, с которым вам будет комфортно работать, который будет с вами на одной волне. Это очень важно, потому что кинолог – это тот человек, который помогает вам лучше понять собственное животное и сделать вашу совместную жизнь просто комфортнее. А вот скажите, люди берут породистых, породных собак или породистых собак, да? А если они берут собак из приюта? Многие, ну, не знаю, по крайней мере, с кем я сталкивался, скажем так, половины из десяти, они говорят, что да, нам и так пойдет. А потом, естественно, сталкиваясь, они отдают обратно эту собаку, потому что они думают, что собака умная, она будет, я не знаю, там, тапочки им подносить, там, ложку подавать. Нужно заниматься с собаками, которые взять из приюта. Наоборот, нужно заниматься даже чуть-чуть больше, чем со всеми остальными, потому что они своей привычной среды попадают в непривычную. Нужно объяснить, как правильно себя вести, как себя вести в городе, как себя вести в семье. Для того, чтобы можно сделать жизнь с этой собакой абсолютно комфортной. Это та же собака, она также поддается дрессировке. Иногда даже намного быстрее, да, все зависит от владельца, от конкретного животного. Поэтому заниматься с ним не просто можно, с ними нужно заниматься. Два очень таких щепетильных вопроса, два важных вопроса. Все-таки нужна ли автаназия собакам? Ну, именно таким, которые агрессивны? Или мы все-таки будем увеличивать эти самые приюты и увеличивать места? Нет, я считаю, что нужна автаназия именно вот агрессивным собакам. А как определить, что они агрессивны? Ну, проходит отбор, отлов же отлавливает их. Они, наверное, как-то выявляют это, определяют. Они же их поселяют там у себя в будке, в вольеры. Пока собака там живет, они, наверное, никогда не наблюдают. Как определить? Агрессивные животные ведут себя совершенно по-другому. Да, сразу видно, готова ли собака контактировать с человеком. Если собака просто опасается, это один момент. Но если собака проявляет активную агрессию к человеку, и это уже взрослая собака, которая была поймана на улице, то, да, таких животных стоит подвергать автаназии, потому что они социально опасны. Передавать их в семью – это опасность для будущих владельцев. Выпускать их на улицу – это подвергать опасности окружающих, не только людей, но и животных, которые живут с нами. То есть такие животные, да, они должны нуждаться в автаназии. Это должен проводить отбор либо сотрудники, да, которые этим занимаются, либо, может быть, какие-то кинологи, которые могут приезжать хотя бы с периодичностью для того, чтобы выявлять животных, которых можно отпускать, а каких стоит усыплять. Обсуждается вопрос по поводу принятия штрафов за нерадимое содержание животных. Коротко, ваше мнение по поводу штрафов. Нужны ли штрафы и опять не вызвать ли это волну, как бы опять возмущений и нареканий? Ну, наверное, нужны, потому что если ведут штрафы, наверняка люди станут более ответственно относиться. Те, кто относятся ответственно, мне кажется, их это вот немножко раздражает или нет? Ну, может быть, и есть такое, да. Момент еще в том, как это будет контролироваться. Да. Это очень важный момент. Понимаете, как бы ответственный заводчик, он, что сейчас ответственен, и будет следить за своими животными, будет следить за их содержанием, кормлением, ветеринарным обслуживанием, разведением. Что при принятии закона для него ничего не поменяется абсолютно. Но, возможно, это улучшит момент с людьми, которые неответственно относятся к собакам, да, то есть, которые производят бесконтрольные вязки, бесконтрольное размножение, которые неответственно относятся к содержанию животных. Просто момент того, что это должно быть, как это будет контролироваться. Контролироваться, как бы, да. Вопрос контроля, да, потому что, как бы, не всем будет приятно, если к себе будут приходить домой раз в неделю и проверять, как у тебя содержатся собаки. Ну, совсем такое количество собак и владельцев, в общем-то, ко всем не находишься. Да, то есть, это должно быть как-то очень грамотно прописано в плане того, что либо как-то по жалобам по количеству, да, метод контроля, вопрос в контроле, как это будет осуществляться. Так-то идея неплохая, в принципе. В принципе, да, да. Итак, к сожалению, время нашего эфира подходит к финалу. Мне лично было интересно вас послушать, думаю, и зрителям тоже. И хочу обратить внимание, если вы взяли собаку, неважно какой породы, в том числе из приюта, все-таки обратитесь к профессиональному кинологу, кинологам, тем, которые имеют практику обучения собак и работают с людьми. Далее, если вам кто-нибудь понравился из рубрики «Видео визитки» и вы не успели запомнить номера телефонов, тогда звоните лично мне по телефону 8-927-686-0790. Просто я помогу найти вам контакты. И мы говорим до свидания. Всем здоровья и мирного неба над головой. До следующего эфира.